Первым у нас выступает Евгений Викторович Кузьмин, ассистент профессора в медицинском бюро. Он будет поделиться нашим опытом, который на первый взгляд может казаться не очень таким супер научным, но тем не менее это дистанционная помощь, поэтому прошу любить и жаловать. Пожалуйста, я выхожу из эфира. Евгений Викторович. И 66 лет, 15 апреля этого года, буквально 10 дней назад, обратилось в медицинское бюро Павла Воробьева. Обратилась с жалобами на отсутствие стула на протяжении недели. Такое ее сообщение было. Сейчас рвоты нет, но после каждого приема пищи начинаются боли. Сначала в центре живота над попком, потом идут вправо, потом влево, живот вздут. И после еды и даже питья воды там в том же направлении идут газы, но они не отходят. Прямо слышно, как по кишкам они бродят. Второй день делаю клизмы и микролакс. Что-то выходит, обычно калового цвета, жидковатой консистенции, но это неполноценный стул. Какой у нее был анамнез? За неделю до обращения, то есть 3 апреля 2024 года, была выполнена авария октомия с использованием малоинвазивной техники лапароскопически по поводу кисты. Также предлагалась экстерпация матки из-за наличия в ней миом, от которой больная отказалась. На следующий день после операции 5.04.2024 года выписано домой. Из сопутствующих заболеваний сахарный диабет второго типа инсулинозависимый. В анамнезе также у нее в 2000 году лапароскопическая холецистоктомия, в 2008 году лапароскопическая резекция почки. На третий день после операции появилась рвота. Сначала рвало съеденной пищей, потом просто водой, а через день была рвота с кишечным содержимым. Появились режущие боли по ходу кишечника. Стула не было, газы не отходили. 13.04.2024 года больная по совету врача добровольно-медицинского страхования проходит фиброэзофагогастрадуоденоскопию. В заключении ФГДС недостаточность кардии первой степени, выраженный поверхностный гастрит, выраженный изофагогастральный рефлюкс, катаральный бульбит. Хроническая дуэнальная недостаточность с признаками лимфостаза. Ну, нужно иметь в виду, что до этого больная несколько дней постоянно рвала, постоянно у него была рвота, и естественно, что такие проявления были обнаружены на ФГДС. Во время гастроскопии вышло большое количество желудочно-кишечного содержимого. То есть, фактически была проведена гастродуоденальная декомпрессия. Дальше будет понятно, к чему эта ремарка. После этого рвота у нее прекратилась, и ее состояние улучшилось. То есть, фактически ФГДС ей выступила как медицинской процедурой, которая улучшила ее состояние. Были взяты анализы у нее. Пятого на момент выписки гемоглобин 131, лейкоциты 7,7, нейтрофилы 66. И тринадцатого на момент ФГДС гемоглобин 151, лейкоциты 10, нейтрофилы 68. Что было расценено как признаки обезвоживания. Ну и естественно, на фоне многократной рвоты, несколько дней подряд у больной развилось обезвоживание. По рекомендации врача добровольного медицинского страхования, принимала нальпазу два раза в день, ганатон три раза в день, это этапред прокинетик. Микрозим три раза в день. Тринадцатого, ноль четвертого, двадцать четвертого начала принимать микроклизмы. Результат незначительный, незначительный объем каловых масс. Несколько раз вызывала скорую помощь, делали какие-то уколы, ножку и уезжали. На момент обращения температура 36,5, давление 114 на 78, пульс 112. После операции остались четыре прокола, это по сообщению больной. Три из них мягкие и нечувствительные при пальпации, а четвертый тот, что слева в зоне прокола, чувствуется некоторое уплотнение, которое, как ей кажется, являлось причиной запора. То есть больная сама у себя уже прощупывала накопившиеся каловые массы, которые сформировали каловый завал. После изучения присланной информации, учитывая связь с операцией на брюшной полости, было принято решение о необходимости очного осмотра. На очном осмотре живот больной мягкий, вздут умеренно, безболезненный. Симптом шотки на Блюнберга нет. Перистальтика очень слабая, прощупывается обилие каловых масс. В местах проколов, признаков поспаления нет ни визуально, ни пальпаторно. Тошноты нет уже несколько дней. Больная ничего не ест, мало пьет. Нормально общается, улыбается, шутит. Небольшая периодическая отрыжка. Острый живот исключен. От госпитализации больная отказывалась. Рекомендовано пить сильно минерализованную воду без газа в больших объемах. Поскольку больной было обезвоживание. Лактулозу 15 мл повторно натощак. Повторно очистительной клизмы с водой, добавлением растительного масла. То есть такие весьма простые рекомендации. 15 апреля проведены повторные клизмы общим объемом 2 литра. 16 апреля проведены повторные клизмы общим объемом 2 литра. При этом больная отмечала обильное отхождение каловых масс во время проведения клизм. С 17.04.24 у больной уже появился самостоятельный оформленный стол. С 18.04.24 больная посетила опять врача добровольного медицинского страхования для продления больничного листа. В диагнозе там обширный диагноз гастрологический. Ни слова нет ни про запор, ни про каловый завал. При этом назначено 11 препаратов. Такая полипрагмазия не принимает ничего из назначенного. 21.04.24 года у больной уже самостоятельный оформленный стул. Начали отходить газы самостоятельно также. Здесь Павел Андреевич. Да, я хотел прервать это повествование, чтобы обратить внимание слушателей на несколько проблем. Первая проблема состоит в том, что ей, на мой взгляд, делась абсолютно ненужная операция. Как в разговоре стало понятно, мы ее уговаривали удалить матку с обоими придатками, потому что это может быть потом, когда-нибудь, будет раком. Почему, каким раком, что за рак, почему киста вдруг должна быть раком. Ну, в матке миомы хорошо подслезистые, но тоже это не показание для операции наличия миомы. Значит, на мой взгляд, это все связано с деньгами, потому что ДМС, он оплачивает, у нее, видимо, хороший ДМС, и просто, ну, выбивает из человека деньги. Вот, в результате это ненужная операция, которая кажется нам всем очень простой, и малоинвазивной, и несложной, осложняется довольно типичной проблемой. Это нарушение отделения каловых масс. На самом деле, если открыть литературу, везде это описано, везде об этом говорится, это нормальная реакция на операцию. Ну, вот, большой вопрос именно к тому, нужна ли была эта операция, и этой больной нужна ли была эта операция. Она сама уже раскаивалась в том, что она пошла оперироваться, ее уговорили врачи. Вообще, это новое в нашей жизни, когда врачи уговаривают больных оперироваться. Как-то раньше такого вроде бы не было. Есть определенные заболевания с высоким риском, там все понятно, но здесь я вот, честно скажу, никакого риска не углядел в этой всей истории. Вот, и второе, конечно, удивительно, что никто не обращал внимания на основной ее симптом – на отсутствие кала. Она чуть не 10 дней провела с этой патологией дома сама, неоднократно обращаясь за медицинской помощью. Не то, что она как-то там скрывалась или что, приезжала скорая. Она обращалась к врачам по своему полюсу. Ей даже гастроскопию за это время сделали. Но нигде ни звука и ни слова прокалывай завал. Как это может быть? Мне, честно говоря, все больше и больше это непонятно, потому что мне казалось, что это такие элементарные вещи, которые не требуют обсуждения. И, собственно говоря, когда мы выносили это на обсуждение, мне тоже казалось, ну, слушайте, ну, это же так просто. Оказывается, все не так просто. Все, на самом деле, гораздо хуже, чем мы себе представляем. Ну, просто я хотел несколько замечаний по этой… Да, еще вот во время очного осмотра, 18-го числа, ее умудрились поставить капельницу. Зачем? Что за капельница? Ну, как же, без капельницы же больной не может вылечиться. Это мы же все знаем. Вот, налили туда каких-то 11 препаратов. Ни одного препарата, имеющего отношение к запору, там нет. Я вас уверяю, я сейчас не помню наизусть, что там, но мне кажется, там витамины какие-то, еще что-то такое. Вот. Вот. И еще особенность тоже нашего видения, здесь не было об этом сказано, мы ей назначили, рекомендовали принимать лечебное питание. Да, потому что, ну, с одной стороны у нее сахарная диабета, есть специальная форма лечебного питания для сахарного диабета, с другой стороны, это очень небольшие объемы, эти бутылочки, я не помню, там сколько, 50 или 70 миллилитров, 100 может быть. Но они полностью, три такие бутылочки, полностью покрывают все потребности организма в энергии, в пластических веществах, в витаминах и так далее. Нам довольно долго ее пришлось уговаривать, потому что она как-то была склонна есть каше, чего делать на самом деле ни в коем случае в этой ситуации нельзя. Ей был рекомендован первый стол, максимально щадящий, а она продолжала есть геркулес. Ну, геркулес в этой ситуации, конечно, не самое лучшее средство для стимуляции кишечника, который просто стоит. Хорошо, давайте тогда ваше дальнейшее изложение. Итак, мы переходим к теоретической части. Это первая была у нас практическая часть, случай из практики, а теперь о том же, что на самом деле у больной приключилось. В отечественной литературе долго не описывалась данная проблема, вернее, она присутствовала под различными другими названиями, но как отдельная патология не выделялась. Сейчас уже ситуация исправляется, и что же у больной после операции приключилось к кишечникам, это синдром Огилови или острая толстокишечная псевдообструкция. Синдром Огилови впервые описан военным хирургом-гастроэнтерологом Вильямом Огилови в 1948 году. В литературе описывается под различными названиями острая толстокишечная псевдообструкция, псевдообструкция толстой кишки, нетоксический мегаколон, ложная закупорка толстой кишки, а динамический иллюз. По международной классификации МКБ-10 синдром Огилови относится к классу болезни органов пищеварения, блок Другие болезни кишечника, рубрика Другая и неуточненная кишечная непроходимость. Синдром Огилови представляет собой нарушение проходимости толстой кишки при отсутствии механического препятствия, ведущим патогенетическим механизмом который является нарушение вегетативной симпатической нервной регуляции кишечника. Синдром Огилови в 95% случаев наблюдений развивается на фоне других заболеваний. Наиболее часто он ассоциируется с операциями, в том числе и лапароскопическими, в том числе и гинекологическими различными манипуляциями, процедурами, травмами, инфекциями и заболеваниями сердца. Очень часто происходит при остром инфаркте миокарда. Острая толстокишечная псевдообструкция чаще встречается у мужчин и у пациентов старше 60 лет. Ну вот как наша больная 66 лет. Большинство авторов сходятся во мнении, что ключевым патогенетическим механизмом развития синдрома Огилови является нарушение функции кишечной вегетативной нервной системы, которая регулирует моторно-эвакуаторную функцию желудочно-кишечного тракта. Дезрегуляция вегетативной иннервации, обусловленная различными провоцирующими факторами, способствует угнетению функций парасимпатической системы, что сопровождается повышением тонуса симпатической системы. Гипертонус симпатической системы, в свою очередь, стимулирует гиперактивность ингибиторных нейронов толстой кишки. Все вы знаете, что у нашего кишечника есть своя автономная нервная система, которая представлена отдельными нейронами, что служит пусковым механизмом нарушения автономной нервной регуляции толстой кишки, подавляет ее моторную функцию и способствует развитию псевдообструкции. То есть какой-то стрессовый мощный фактор вызывает отключение автономной нервной системы толстой кишки и это приводит к тому, что каловые массы начинают накапливаться, она просто не работает, каловые массы поступают, накапливаются, развивается каловый завал, газы не могут отходить нормально, самостоятельно, из кишечника начинают гулять, как больная выразилась, гуляют по кишечнику, развиваются симптомы непроходимости, рвота и так далее. Значит, по клиническому течению различают острую и хроническую форму синдрома Агилби. Острая псевдообструкция манифестирует признаками толстой кишечной непроходимости и массивным расширением ободочной кишки без видимого механического препятствия. Хроническая форма заболевания характеризуется рецидивирующим течением и возвратом эпизодов толстокишечной непроходимости в течение последних 6 месяцев у пациентов при отсутствии анатомических и структурных изменений ободочной кишки, доказанных с помощью лучевой диагностики в предыдущие 3 месяца. Вы видите, что одним из главных отличий от обычной непроходимости кишечника является именно отсутствие механического препятствия для продвижения кишечного содержимого. Тошнота, рвота, боль в животе, запор, парадоксальная диарея являются основными, хотя и широко варьирующими клиническими симптомами. Вздутие живота присутствует всегда и может вызвать затруднение дыхания. Обращает на себя внимание отсутствие симптомов интоксикации. Влажный язык, нормальный пульс, нетяжелое общее состояние больного. Температура тела обычно субфибрильная или нормальная. Патагмоничные для острой толстокишечной псевдообструкции физикальные и лабораторные данные отсутствуют. Влажный язык это в случае, если у больного нет выраженной рвоты, которая приводит к обезвоживанию. Либо проводится регидротация, поэтому именно признаков обезвоживания у больного нет. Но у нашей больной как раз были дополнительные признаки обезвоживания. Какие методы диагностики? Основными методами диагностики являются эрегография и компьютерная томография с контрастным усилением. Это наиболее эффективные методы диагностики синдрома Агилы, позволяющие дифференцировать псевдообструкцию ободочной кишки от механической кишечной непроходимости. Чувствительность и специфичность компьютерной томографии с внутривенным контрастированием диагностики толстокишечной псевдообструкции составляет 91%. Авторами показано, что КТ-признаки синдрома Агилы характеризуются обширной дилетацией ободочной кишки без обструкции ее просвета. Какие методы лечения? Основными принципами лечения являются декомпрессия, коррекция обезвоживания и симптоматическая терапия. В стационарных условиях, когда больной госпитализирован, консервативное лечение составляет базисную основу комплексных мероприятий, проводимых больным с синдромом Агилы. Оно включает в себя прекращение приема пероральной жидкости и пищи, трансназальную и трансональную декомпрессию желудочно-кишечного тракта с посредством постановки назогастрального и ректального зондов, показана эффективность неостегмина метильсульфата. Но, опять же, это проводится только стационарно, поскольку неостегмин метильсульфат имеет обширное количество побочных и достаточно выраженных эффектов, которые желательно в неостационарных условиях не встречаться с ними. Неотъемлемой частью консервативного лечения является адекватная инфузионная терапия, поскольку у нас больной, если в стационаре он находится, он не принимает жидкость и не принимает пищу, поэтому должна проводиться адекватная инфузионная терапия с целью восполнения водно-электролитных нарушений, коррекции буферного состояния крови. При отсутствии возможности вышеописанных мероприятий возможно применение ослабительных средств, очистительных клизм. При этом отмечается, что прокинетики в данном случае малоэффективны. Это все по теоретической части нашего доклада. Да, спасибо. Ну, я хочу прокомментировать. Во-первых, есть ли какие-то вопросы. Но вот вопрос есть влияние углекислого газа, наполняющего брюшную полость при лиапароскопии. Как вы считаете? Ну, может быть, да. Я тоже думаю. Тут вопрос не в самом углекислом газе, а скорее в том, что он влияет на брюшину саму, как бы растягивает ее, и это может являться одним из триггеров к тому, чтобы возникло такое состояние. Ну, сам по себе углекислый газ навряд ли влияет, но именно факт растягивания. Ну, и так, и не так, потому что все-таки брюшина – это такой очень восклюризированный орган, и там сосудов много, они мелкие, вполне газ может проникать через всякие стенки. Ну, другое дело, что он снова будет выходить через рот при дыхании. Ну, какой-то отравляющий, может быть, эффект местный есть. Но исключить то, что наполнение живота в данном случае может быть фактором развития этого состояния, безусловно, это никто не скидывает. Так, ну, давайте я немножко прокомментирую, пока еще вопросы понакидайте. Значит, уже было сказано, что кишечник обладает собственной нервной системой. Это не просто отдельные нейроны, это прямо настоящая мощная нервная система с узлами, с ответвлениями и так далее. И вся перистальтика регулируется только этой системой. Никаких внешних влияний, о которых пишется в литературе, симптоматическое, то есть симпатическое, парасимпатическое, тут вам усиление, тут вам ослабление – все это чушь. Никто ничего этого не мерил. Это все рассуждения на кофейной гуще. А вот то, что есть собственная система – это точно. И вот от чего она блокируется? То есть она практически перестает заниматься перистальтикой. И вот это большой вопрос, от чего это происходит. Пока мы только говорим о том, что есть определенные триггерные механизмы, но они бывают и отсутствуют. Может, и без этого все быть. Без всяких операций, травм, отравлений и так далее. Ну, во-первых, если человек лежит, у лежачих и больных сплошь и рядом такая история. Просто отсутствие физической активности может быть тоже триггерным механизмом. Вот. Сразу хочу сказать, что никакие препараты, никакой нестегмин не работает. Никаких доказательств не существует. Мы специально занимались этим вопросом. У нас было научное исследование по одному из таких препаратов. И мы смотрели литературу, и все, и мы делали рандомизированные исследования. Кажется, мы его не опубликовали, потому что у нас был нулевой эффект от применения стимулирующих препаратов. Вот. Поэтому не надо возлагать лишние надежды на лекарства такие вот в данном случае. Значит, что еще очень важно, и, наверное, это нужно выносить на первое место, это догидротация. Кишечник всасывает воду, как вы помните, да, и он высушивает каловые массы. Если воды мало у человека, люди обычно не пьют в такой ситуации, то высушивание каловых масс может быть очень интенсивным, вплоть до развития так называемого калового камня, да, или капролита. Причем описаны капролиты там чуть ли не килограммовые, которые нужно удалять механическим путем. Механически это палец, ничего особенного. Есть какие-то экстракторы, которые позволяют удалить, но все это не очень доступно, наверное, потому что, как было справедливо замечено, никто этим проблемами не занимается. Вообще названий в литературе очень много. Есть, ну, такой вот наиболее правильный, мне кажется, это паралитический иллюз. Да, это паралич функции толстой кишечника. Вот. Ну, собственно говоря, да, ну и, соответственно, поскольку это все не пьют воду, то основное лечение – это питье воды. Почему-то написано, что нельзя пить, да нужно пить воду, наоборот, много воды нужно пить. Это единственный способ растворить этот каловый завал. И второй препарат, который мы применили здесь – это луктулоза. Значит, никакие способы противозапорные не работают в этой ситуации, никакие слабительные не работают, они только могут ухудшить все. Кстати, она в какой-то момент поела свеклы, если я правильно помню, да, у нее на этом фоне были проблемы, возникли. Вот. Значит, основное – это луктулоза. В чем эффект луктулозы? Значит, во-первых, она, как вы знаете, не всасывается в желудочно-кишечном тракте вообще никак. Она не разлагается в желудочно-кишечном тракте, не метаболизирует, она полностью выводится в неизменном виде. Одним из главных ее механизмов, собственно, для чего она была вначале и применена, это влияние на кишечную флору, на дисбактериоз. А здесь 100% есть дисбактериоз, потому что остановка перистальтики – это гарантированный дисбактериоз. Вот. И луктулоза в этом плане является, ну, если хотите, условно говоря, антибиотиком, который устраняет гнилостную флору. Но главное ее свойство – это натягивать на себя воду. Она поступает в кишечник, она очень осматически активна и натягивает на себя огромный объем воды. И с этим связаны ее послабляющие действия. Луктулозу можно принимать в огромных количествах. Описано, ну, правда, при другой немножко патологии, описаны объемы до стакана в день. Мы давали поменьше. Мы давали, сколько там, миллилитров 30, наверное, 40 в день она принимала. Но это обязательное вещество, которое необходимо использовать. Вот. Таким образом, получается, что нужно, ну, и клизмы, конечно, клизмы, безусловно, клизмы с водой, клизмы с маслом растительным. Мы использовали оливковые, насколько я знаю. В принципе, можно и подсолнечные, но можно какие-нибудь лекарственные средства. Это все одинаково будет работать. Вот. Но это все стимулирует кишечник. Получается, что с двух сторон надо. С одной стороны, заливать водой и луктулозой в расчете на то, что это все начнет набухать. А с другой стороны, чистить кишечник клизмами. И, в общем-то, больше ничего. Дюфалак – это и есть луктулоза. Вот. Поэтому, ну, вот такая вот ситуация. Эта ситуация развивается у больных пожилого возраста регулярно. Потому что пожилые мало пьют, часто применяют избыток мочегонных, которые тоже улучшают, скажем так, твердость каловых масс. Плюс нерегулярный стул из-за, в том числе, малоподвижности. И дальше начинается это, как снежный ком накапливается. Поэтому только размачивать луктулозой и жидкостью. Если вы откроете зарубежные рекомендации, там прям жидкость, минеральная вода на первом месте стоит. Номер один. Луктулозы, кстати, они, по-моему, не очень используют. Но это как бы наше изыскание. Значит, никакие препараты, никакие прозерина. Все это не работает, друзья мои. Ничего не работает. Колит направо и налево. Хирурги, первые, чтобы прозерить, не работает. Ну, еще раз повторюсь, не хочу сейчас уже вдаваться. У нас были хорошие исследования. Мы много литературы по этому поводу прочитали. Нету там никаких совершенно эффектов. Значит, еще раз, слабительное средство, это самое главное слабительное средство, это луктулоза. Вот. Так, запор у пожилых. Луктулоза. Дюфалак уже ответил, какую назначать минеральную воду. Да любую. Любую минеральную воду, в которой много солей. Потому что там же не только потеря воды, но когда начинается рвота, это потеря соли. А бессоливание, гипохлоремия, она сама по себе вызывает тошноту и рвоту. И если вы начинаете пить обычную воду без солей, то только хуже становится. Вы еще больше разводите. Кстати, это очень любопытная история, несколько раз сталкивался, не совсем запор, но все-таки. Люди там на солнце потеют, работают, молодые люди, или еще как-то, в общем, потеют. И вечерком пивка принять большими глотками. И человеку становится резко плохо. У него плывет все, появляется тошнота, иногда рвота. Но тошнота жуткая совершенно, он вынужден идти лечь в кровать, потому что он не может сидеть, не может даже поужинать. А всего-то надо соленым огурцом закусить. И лучше в начале, до того. Потому что он испарил всю соль, которая в нем была. Это многолитровый мог быть потеря на солнце. И чуть-чуть развел пивом состав крови, упал хлор, и на тебе гипохлоромическое состояние. Вот. Ну хорошо. Больше вопросов нет, я так понимаю, да? Тогда мы... Спасибо.